Бюджетный массажный мини-пистолет. Привет с вами, Легит, и хорошего вам настроения. На моем канале уже был обзор про массажный пистолет, который мне очень нравится, крутая штука. Сегодня хочу протестировать от другой фирмы, такой мини-массажный пистолет, который стоит на несколько тысяч дешевле. Я, конечно, не могу сказать, что это дешевая цена за такой девайс, при этом если сравнивать его с более именитыми дорогими собратьями, то цена у него достаточно приятная. Собственно, от слов к делу, давайте распакуем, посмотрим, как он поставляется, что входит в комплектацию, протестирую и скажу свое и не только свое мнение об этом массажере. Поехали! Вот в такой вот миниатюрной коробочке поставляется. Но это только транспортировочная коробка, саморозничная внутри. В комплектацию входит очень приятный такой мешочек для переноски. Немного необычно на нем пошили надпись, разбив ее на две части. По качеству приятный на ощупь как снаружи, так и внутри буквы такие с интересно матовым напылением. Далее полностью бесполезная, ну лично для меня инструкция, так как она вся на китайском языке. В отдельной коробочке находятся четыре разные массажные насадки. Кстати, очень качественная на ощупь, это какая-то плотная софт-тач резина. После прикосновения отсутствуют на ней какие-либо отпечатки, но о них подробно поговорим чуточку позже. В маленьком коробочке находится достаточно коротенький шнурок с USB на Type-C для зарядки этого массажера. Ну и вот собственно он сам, ребята, и я вообще не ожидал такого крутого качества. Весь массажер, весь его корпус целиком полностью металлический. С каким-то вот антимарким напылением вообще не видно отпечаток, и весь абсолютно корпус из-за алюминия. Ну или какого-то другого, ну прохладного металла. Причем обратите внимание, какой он мобильный. Снизу малозаметная надпись, что питается он от 5 вольт 2 ампера. Ну а на нижней его части светоиндикатор, показывающий уровень заряда батареи, собственно, разъем Type-C для зарядки. Ну а под разъемом находится кнопка включения, удерживая которую вы включаете массажер. Зеленый светоиндикатор показывает хороший уровень заряда батареи. Ну а при разовом нажатии на кнопку вы переключаете режим и меняется цвет кольца индикатора на кнопке, чтобы даже визуально понимать, на какой скорости находится массажер. Что странно, самая медленная, как мне показала скорость, находится в конце, отображается желтым цветом. Она даже относится как не к вибрации, а к постукиванию. И после этой программы производится выключение. Кстати, насадки эластичные и замена их происходит очень легко. После интенсивных занятий спортом данный массажер будет как никогда полезен. Так как часто бывает у многих мышцы забиваются и даже интуитивно хочется их как-то размять. И у такого миниатюрного массажера есть огромное преимущество в его компактности. При походе в зал он займет мало места в вашей спортивной сумке и всегда готов снять напряжение с мышц. Насадки миниатюрные, они также легко помещаются вместе с массажером внутри мешочка. Вес массажера 240 грамм. Амплитуда 7 миллиметров, достигающая 6 килограмм нагрузки. На первой скорости 650 оборотов в минуту, на второй 1600 оборотов в минуту, на третьей уже 2400 и на четвертой 3200 оборотов в минуту. Лично мне больше всего понравилась третья. Это как раз и та, которая сейчас светится зеленым. Встроенный аккумулятор на 1300 миллиампер часов, автономности которого хватает на 8 часов беспрерывного массажа. То есть в среднем одного заряда может хватить на 48 дней, если по 10 минут в день массажироваться. Что касается насадок, их в комплекте не так много, как у других брендов. При этом, что действительно важно, они все отличаются по ощущению. А то бывает, знаете, 10 насадок, а разница между ними несущественна и смысл таскать столько с собой. К примеру, вот такая, я ее называю с рожками, отлично подходит для массажа шеи, вдоль позвоночника и икр ног. Также точечно можно массировать руки. Ну а вот эта насадка одна из самых мягких, имеет такую щетинистую резиновую поверхность, которая позволяет массажировать даже лицо. Ну а данная вот такая вот забавная насадка имеет, кстати, достаточно точное влияние. Как из опыта эксплуатации выяснилось, больше всего подходит для крупных мышц, к примеру, ног. И имеет глубокое воздействие на мышцы, так как площадь прикосновения достаточно маленькая. Немаловажный факт – это низкий уровень шума. У меня электрозубная щетка действительно работает громче. На максимальной мощности уровень шума составляет всего порядка 45 дБ, что является самым тихим массажером, который мы пробовали. Да и в целом могу с уверенностью сказать, что он нам больше понравился, чем тот, который был подороже и побольше с предыдущего обзора. Тот очень крутой массажер, спору нет. Но тот, как бы мягко сказать, пожёстче. Может быть для атлетов, у кого скала мышц. А этот такой, знаете, более релаксирующий, как нам показалось, гораздо быстрее и проще снимает напряжение с мышц. В общем, решили оставить себе именно этот. Тем более, что он гораздо компактнее, мобильнее, тише, да не только плюсы. Ну и, кстати, даже дешевле. Так что ссылочку на него вы можете найти в описании под видео. Именно поэтому переходите, заказывайте. Если себе ищите хороший массажер-пистолет, да ещё и компактный, который можно будет с собой брать, к примеру, в зал. Уверен, вам понравится. Ну, а я надеюсь, это видео вам было полезно. Для меня будет лучшей благодарностью, если ты, дорогой друг, подпишешься на мой канал, если не подписан. Поставишь палец вверх и вот приятный комментарий замотивирует меня ещё больше стараться для вас. Тебе, пустяка, мне вот сильно поможет. С вами был Ёж, пока.